Всем добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Буквально несколько минут назад, вот сегодня, 3 мая, мы узнали, что на наращивание потенциала канцелярию президента Латвии снова ждет солидная прибавка к зарплатам. Потерпите маленечко, не с них лопайте. Канцелярия решила запросить дополнительное финансирование, чтобы поднять заработную плату до более конкурентоспособного уровня. Так ответили в канцелярии президента на вопрос, почему государственная канцелярия президента запросила в бюджете на 2023 год более полумиллиона евро для повышения заработной платы. Это рассказывает ЛСМ, ЛВМ. Программа, что происходит в Латвии, коснутая к Латвии, уже сообщала, что с учетом дополнительного финансирования, предоставленного в 2023 году, для повышения вознаграждения, среднемесячное вознаграждение за должность канцелярии президента, теперь достигнет 4368 евро и является самым высоким во всем государственном управлении. Немного опережая Верховный суд и значительно 7, что происходит в Латвии, более подробно проанализировала более 3,2 миллиона евро расходов на вознаграждения, предусмотренные в бюджете канцелярии президента. В государственном бюджете, подготовленном правительством и утвержденным сеймом указано, что в прошлом году для канцелярии президента было запланировано почти 2 миллиона 600 тысяч евро, а утвержденная в этом году сумма больше, чем на 24%, количество должностей осталось неизменным, 61 голова, ну, человек, включенная, включая президента, включая президента. В дополнительных расходах, утвержденных правительством в начале года, когда остались за бортом различные запросы в здравоохранении, в социальной, образовательной и других сферах, среди бюджетных приоритетов было увеличение финансирования канцелярии президента республики с суммой более 1 миллиона, из которых большая часть 568 тысяч 117 евро предназначена для наращивания потенциала. Из пояснений по бюджету видно, что вся эта сумма предназначена для увеличения оплаты труда с обоснованием обеспечить повышение оплаты труда в соответствии с изменениями в законе об оплате труда должностных лиц и служащих государственных учреждений и органов местного самоуправления и на основании изменений в размере месячной заработной платы. Такое оправдание неоднозначно и, безусловно, неравноправно. Закон предусматривает обязательное повышение заработной платы президента, что составляет небольшую часть от вышеуказанных сумм. Между тем, оклады сотрудников канцелярии в соответствующих диапазонах месячных окладов уже были выше, чем в других учреждениях, где во многих местах нельзя ожидать такого повышения окладов. Публичная информация показывает, что за период с 2019 года, когда Эгил Слевиц вступил в должность, общая сумма средств, предназначенных для оплаты труда сотрудников офиса президента, увеличилась более чем на 60%. В эту сумму входит и зарплата президента. Уже объявлено, что с 1 января этого года месячная зарплата президента увеличилась на 1702 евро. Три самые высокоплачиваемые должности в диапазоне от 5189 евро до 5986 евро это начальник канцелярии, заместитель руководителя и руководитель аппарата, советников президента, вон их там сколько, где работают, соответственно, Андрис Тейкманис, Лайла Юрцина и Цармите Элерте. Среднемесячная заработная плата составляет 5592 евро. Согласно общедоступной информации, средняя зарплата советников президента сейчас составляет 4290 евро. Далее. Декларации, представленные всем руководством и советниками аппарата президента, пока не опубликованы общедоступных данных Службы государственных доходов. Среди опубликованных декларация главы канцелярии президента Тейкманиса, в которой указана годовая зарплата в размере 67100 евро. То есть в среднем почти 5591 евро в месяц. С другой стороны, советник Левица Айва Розенберга заявила в своей декларации, что ее зарплата в 2022 году составляла почти 58262 евро. То есть в среднем 4855 евро в месяц. Так что в прошлом году она уже была выше верхней границы диапазона зарплат советников президента в этом году. На этом я доклад заканчиваю. Пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал. Желаю всем здоровья, благополучия, счастья, добра и дружбы мира, самое главное, и дружбы между народами. Пишите, очень буду рад посмотреть и почитать, что вы думаете на эту тему насчет повышения вот этих вот зарплат. Кому и сколько и чего. Всем спасибо за поддержку нашего канала. До свидания. С наступающими опять праздничками. Майскими праздниками. Майскими праздниками.